Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге «Экклезиаста», мы поговорим сейчас о девятой главе. В девятой главе возникают новые и, в общем, для современного читателя неожиданные повороты в мысли экклезиаста. Начинает он с повторения, впрочем, того, что уже говорил в предыдущих главах, о том, что участь, в первую очередь, людей, которые живут в этом мире, в конце концов одна. Всем одна участь смерть, говорил экклезиаст раньше. И даже он говорил о том, что это общая участь людей и животных. И вот здесь, в начале девятой главы, он говорит всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, добродетельному и грешнику, клянущемуся и боящемуся клятвы. Одна участь – все человеческие дела в конечном итоге оказываются суетой. И вся человеческая жизнь заканчивается, и смерть стирает с лица земли, как с песка, все следы, которые человек оставляет за собой. И это, вероятно, образ, который самого экклезиаста очень глубоко впечатлял. И дальше экклезиаст говорит замечательные слова, говорит, это и худо, это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И поэтому сердцу сынов человеческих исполнено зла. В этих словах мы видим, что экклезиаст пытается дать нравственную оценку тому, что он видит. Да, конечно, говорит он, все люди умирают, и качество человеческой жизни, награды или какие-то наказания не определяются тем нравственным выбором, который человек делает сам. Но он говорит, это худо, это худо в том, как устроен человеческий мир, как устроена человеческая жизнь, это худо во всем, что делается под солнцем. Он не призывает это исправить, ну, по крайней мере, потому что он человек другой эпохи. Он, тем не менее, все-таки и не предлагает считать это нормальным. Вот что, наверное, очень важно для нас увидеть. Так, говорит экклезиаст, не должно быть, это плохо, это неправильно. И вот для очень многих эти слова как-то пролетают мимо зрения, поэтому кажется, что экклезиаст такой безнадежный скептик, который говорит, что все в мире плохо, несправедливо, жестоко и так далее, и бессмысленно. Но экклезиаст добавляет к этому, что это еще и неправильно, чтобы этот мир был вот такой суетой, вот таким царством бессмысленности. Конечно же, ответ на то, что высказывает здесь экклезиаст, по-настоящему может быть найден только в Евангелии, до которого от времени экклезиаста еще больше четырех столетий. Но все-таки очень важно для нас услышать этот нравственный запрос экклезиаста, который не согласен, чтобы так было, который не согласен считать, что да, вот вся эта несправедливость, бессмысленность и суета, что это хорошо и правильно так должно быть и задумано Богом. А дальше, вот в следующих стихах, он в свойственной ему поэтической манере снова повторяет некоторую ламентацию, которую мы уже встречали в первых главах, и говорит о том, что умершему лучше, чем живому, льву, да, и псу живому лучше, нежели мертвому льву, но живые знают, что умрут, а мертвые уже ничего не знают. И вдруг вот такой неожиданный поворот, он говорит, мертвым уже нет воздаяния, и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части в том, что делается под солнцем. Тоже, видите, в результате весьма своеобразных коллизий в духовной и культурной истории человечества, обсуждать которые у нас нет возможности, мы привыкли считать библейской некоторую, я бы сказал, древнеегипетскую точку зрения, где там после смерти богиня справедливого воздаяния взвешивает души умерших, там фараона на безмене, на таких весах, да, или как у Даниила чуть позже, чем экклезиаст. Будет написано, ты взвешен на весах, слишком легким найден, да, ну и вот там в соответствии с провинностями или заслугами отмериваются наказания или наоборот премии какие-то, бонусы посмертные. Экклезиаст говорит, нет, нет, у мертвых уже нет ничего, ни воздаяния, ни памяти, ни любви, ни ненависти, все это перестает иметь значение. С нашей, повторяю, привычной, стереотипной картиной загробного воздаяния и тому подобного, всего, чего мы любим писать, читать и рассказывать, это контрастирует с самым драматическим образом. Экклезиаст видит вообще все по-другому. Говорит о живых, у которых еще что-то продолжается, хотя продолжается преимущественно суета, и о мертвых, у которых уже нет ничего и нет никакого воздаяния. Это тоже крайне неожиданная, крайне странная точка зрения, представление о том, что место для справедливости и несправедливости – это сейчас, в этой жизни, а не потом, после смерти. И тоже очень важно в этой связи вспомнить, что буквально на предыдущей странице, в 8 главе, экклезиаст говорил о том, что понятие справедливости и несправедливости не описывает весь контекст человеческой жизни, но не потому, оказывается, что он надеется на посмертное воздаяние, а потому что существует личность Бога, которая, собственно, и определяет, жизнь это или нет. В этом смысле экклезиаст совершенно библейский автор, поэтому для него там, где мы вместе с Богом, всегда жизнь, там, где мы не вместе с Богом, всегда смерть, и для него главным образом речь идет о жизни здесь. Снова повторю, что картина посмертного воздаяния ему совершенно не близка. И поэтому, собственно, дальше он пытается обратить внимание читателя на то, что есть все-таки, как мы бы сейчас сказали, простые и реальные вещи в жизни, которые, тем не менее, заслуживают одобрения, которые являются отблеском подлинного блага того, которое может исходить от Бога. И поэтому он буквально в следующих нескольких стихах говорит удивительные вещи. «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Вот для него не когда-то потом, после смерти, тебе выдадут медаль или билет куда-нибудь в тёплое место за то, что ты хорошо себя вёл. Он говорит, ты радуйся и с весельем будь, и будь в радости, когда Бог благоволит к твоим сегодняшним делам, когда они происходят в контексте правды Божьей, в пространстве его присутствия. Это, на самом деле, очень евангельский взгляд на жизнь, по большому счёту. И ещё одно, что говорит он о жизни, тоже, в общем, резко выбивающаяся из всего контекста, если хотите, литературы мудрых Израиля. Потому что, как и сам Экклезиаст в некоторых местах своей книги, так и большая часть израильских мудрецов, не то чтобы склонны к мужскому шведизму, но всё-таки говорят о женщинах какие-то вещи, которые сегодня выглядят выпиюще странными, так скажем. И вдруг Экклезиаст говорит «Наслаждайся жизнью с женою твою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, потому что это доля твоя в жизни, потому что Бог тебе дал и вот такую жизнь под солнцем. Наслаждайся жизнью с женою твою, которую ты любишь». Из всего огромного и разнообразного массива феноменов человеческой жизни, которые Экклезиаст исследует, это почти единственное, что он считает достойным наслаждения, что он считает хорошим. «Жизнь с женою твою, которую ты любишь». И, в общем, тоже на это следует обратить внимание, потому что, может быть, и впрямь это самый яркий, самый драгоценный и самый общечеловеческий, знаете, отблеск вечного Царства Божьего, который в этом мире есть. «Жизнь с женою твою, которую ты любишь». И потому что это участь, которую Бог тебе дал. И самое главное, потому что ты её любишь. И в устах крайнего скептика, которым всё время выглядит Экклезиаст, конечно, это очень сильное утверждение. Далее, снова возвращаясь к разговору о том, насколько правильно, справедливо или несправедливо устроена жизнь, Экклезиаст, в общем, повторяет ту же мысль, которая была им высказана уже один раз в восьмой главе, говоря, что «ну вот я вижу под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и не храбрым победа, и не мудрым хлеб, не искусственное благорасположение». Как-то по-другому, говорит Экклезиаст, это происходит. Вот жизненные обстоятельства, события жизни, всё то, из чего она складывается, с земной и человеческой точки зрения не являются прямым и последовательным результатом того, как именно мы строим свою жизнь. Что-то ещё в это пространство, в эту сеть причинно-следственных связей явно для Экклезиаста не укладывается. И, вероятно, поэтому он говорит о том, что стоит верить тому, что мудрость лучше силы, даже если тебе не кажется это очевидным. Это во-первых. А во-вторых, само по себе вот это высказывание Экклезиаста тоже ведь сегодняшнему человеку далеко не всегда покажется понятным, и далеко не всегда мы готовы будем с этим согласиться. Но, по крайней мере, в целом ряде книг библейских, вот эта мысль высказывается. Дух Божий сильнее силы. Победа Бога совершается не воинством и не силой, но духом Бога живого. Мудрость лучше силы, как говорит здесь Экклезиаст. Ну, согласитесь, что очень и очень часто люди так не думают и действуют, исходя из того, что силы есть, ума не надо. Ну вот, Экклезиаст едва ли назвал бы эту позицию мудрой. Экклезиаст Продолжение следует... Продолжение следует...